Дорогие друзья, привет! Сегодня на меня обрушился целый шквал вопросов по поводу вот этой публикации, что Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать евро в Россию. Но, грубо говоря, банкноты в евро к нам перестанут приходить. Давайте поговорим о том, что это значит, стоит ли кричать ужас-ужас, и что вообще, в принципе, с евро можно делать сейчас, если вы находитесь в Российской Федерации, вы резидент России. Заранее дисклеймер, у меня у соседей идет ремонт, поэтому иногда может быть перфоратор любимый. Ну так вот. Первое. Что это значит, что банкноты в евро перестанут поступать в Россию? Ну, это банально означает, что новые банкноты к нам не придут, у нас будут только те банкноты, которые есть внутри страны. И теоретически, если всем срочно понадобится обкешить евро, то банкнот может не хватить. Стоит ли бояться и говорить, что все, как это, гипс снимают, клиенты уезжают? Мое мнение, нет. Почему? Смотрите, если вы евро храните на счете в банке или на вкладе в банке, то если вы храните это для того, чтобы, например, иметь возможность снять евро для оплаты чего-либо за рубежом, или для поездки за рубежом, то тогда, если вы имеете карту банка, который не под санкциями, не отключен от свифта, вы спокойно эту карту берете, едете за границу, если это когда-нибудь получится, я имею в виду в еврозону, и вставляете в банкомат и получаете евро в виде кэша. То есть не проблема. Если вы хотите держать деньги в евро для того, чтобы карточкой расплачиваться за какие-то иностранные товары, находясь в России, если эта карта банка не под блокирующими санкциями и не отключенная от свифта, никаких проблем, вы можете это сделать. Наличные евро вам для этого абсолютно не нужны. Если вы держите евро для того, чтобы подстраховаться от возможной девальвации рубля дальнейшей, то если у вас счет в валюте евро, то если даже наличных евро нет, вы оттуда, я полагаю, можете это все снять, но просто в рублях по курсу на день получения. И если курс еще больше залетит, ну вы получите большее количество рублей. В рублях у нас недостатка совершенно точно нет, он нам под контролем, поэтому здесь я проблем не вижу. Тем под названием установить какой-то внутренний курс и так далее, я считаю, просто бессмысленный, потому что в нынешнее время там лишнюю социальную напряженность создавать это глупо. Поэтому у нас легко все нормально с рублевой ликвидностью. И здесь худшее, что может быть, это то, что если вам нужно будет обкэшить евровый вклад или счет, ну вам выдадут это в рублях, если вдруг валют внутренних банкнот не хватит. Поэтому здесь, что называется, сеять панику, я считаю, ну несколько бессмысленным. Где я считаю безопасно открывать счет в евро, потому что я полагаю, на этих новостях ставки по валюте евро могут несколько подняться. Мое мнение здесь, я буду немножечко таким, ну знаете, Акаки Акакиевичем, как бы чего ни вышло, и буду перестраховываться. Я считаю, что вклад или счет в евро нужно сейчас держать только в банках системной значимости, и в тех из них, которые ни под какими санкциями, ну то есть ни под блокирующими, естественно, не отключены от свифта, чтобы не было проблем с корс-счетами в валюте, и чтобы не было проблем с доступом на зарубежные рынки капитала. Потому что, ну, я предпочитаю перестраховаться, чтобы если мы размещаем евро, то это же становится, по сути, обязательством для банка валютным нам его вернуть, этот объем. И я должна быть уверена, что у банка не возникнет проблем, откуда эту валюту потом взять. Соответственно, предлагаю следующую логику. Вот у нас есть с вами список системно-значимых банков нашего ЦБ. Мы выбираем из них те, которые ни под какими санкциями. Давайте сперва я напомню, кто хоть под какими-то санкциями есть, а потом мы перейдем к этому списку. Я немножечко вернусь к презентациям, которые ранее я показывала. Смотрите, Британия у нас вводила санкции против ВТБ, а это была блокировка всех активов. И ПСБ, Банк России, Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и Генбанк. Ну, соответственно, из списка системной значимости здесь ПСБ и ВТБ. Значит, их, соответственно, вычеркиваем. Дальше. Соединенные Штаты Америки 24 февраля вводили санкции. Ну, ранее ВЭБ-ПСБ, а потом 24 вечера блокирующие санкции против ВТБ. Открытие, Сувкомбанк, Новикомбанк, Сбер, Корсчета и транзитные счета в долларах. Да, это не блокирующие санкции, но все равно это так или иначе, но какие-то ограничения в части работы с иностранной валютой, пускай с долларом, но все равно я предпочитаю перестраховаться. Поэтому давайте тоже опустим этот банк. И санкции по размещению новых долговых бумаг с погашением более 14 дней и новых акций на американском рынке от Сбера, из банков Сбер, Газпромбанк, Росвельхозбанк, дальше Альфа-Банк и МКБ. Вот их, соответственно, я тоже не буду рассматривать. И чуть позже Евросоюз ввел санкции в отношении Альфа-Банка, открытие Банка России Пронсвездбанк тоже в отношении доступа на европейский рынок. Поэтому вот эти банки я, с вашего позволения, из списка систем назначенных для евровых вкладов рассматривать не буду. Тем более, что сегодня уже Евросоюз подтвердил, что с 12 марта ВТБ России открытие Новикомбанк, Промсвездбанк, Совкомбанк и ВЭП будут отключены от SWIFTAN. Поэтому возвращаемся в перечень систем назначенных банков и оставляем только те, против которых нет никаких санкций. Ни блокирующих, ни секторальных, ни санкций по корсчетам. То есть они абсолютно имеют возможность работы с зарубежными рынками капитала и доступа к иностранной валюте и размещению полученных евро на счета иным способом. Значит, кто это? Юникредит. Вы скажете, только он же зарубежно всегда может свалить. Нет, не свалит. Потому что у нас было подписано распоряжение, что иностранцы не могут временно выходить из российских активов. Поэтому не свалит. Все нормально. Дальше. Газпромбанк. Секторальные санкции. Совкомбанк. Отключение SWIFT-блокировок. Нет. ВТБ. Блокировка SWIFT. Нет. Альфа-банк. Секторальные санкции. Сбербанк. Секторальные санкции плюс корсчета в долларах. Московский кредитный банк. Секторальные санкции. Открытие. Блокировка SWIFT. Росбанк. Пожалуйста. Тинькофф. Пожалуйста. Промсвязь банк. Блокировка SWIFT. Райфайзен банк. Пожалуйста. Росрехосбанк. Секторальные санкции. В сухом остатке я бы советовала Юникредит. Тинькофф. Росбанк. И Райфайзен. Собственно. Для размещения евро. Если вы хотите евро инвестировать каким-то более интересным способом. Мало ли хочется во что-то, ну скажем так, небумажное перевести. Какие есть варианты? Ну, вы скажете. Ну, конечно же, недвижку купить. А тут я скажу, что не совсем это вариант, потому что у нас тут был в ночи 1 марта опубликован новый прекрасный указ под названием «Указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности России». И тут написано, ну, много букв, как обычно. Вообще смысл принять следующие дополнительные временные меры по обеспечению финансовой стабильности. Читаем. Установить со 2 марта особый порядок осуществления и исполнения резидентами следующих сделок операций с иностранными лицами, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия, бла-бла-бла. Ну, грубо говоря, вводится некий особый порядок, как здесь указано, видим, да, вот особый порядок в отношении соответствующих сделок между российскими резидентами и иностранными физлицами и юрлицами из тех стран, которые против России ввели какие-либо санкции. Что это за сделки? Первое. Это сделки по предоставлению лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, кредитов и займов в рублях. Ну, здесь, я думаю, нечего говорить, нас это не интересует, мы, наверное, в рублях никому за рубеж кредиты выдавать не собираемся. А вот второе интереснее. Сделки, обрекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, осуществляемые с лицами иностранных государств, совершающих недружественные действия. Перевожу на русский язык. Вводится некий особый порядок инвестиций в иностранные ценные бумаги тех компаний, которые расположены в тех государствах, которые против России ввели санкции. Особый порядок пока неизвестен. И вводится некий особый порядок инвестиций в недвижимость в тех странах, с которыми у нас напряженные взаимодействия, которые против нас ввели санкции. А это как раз все в еврозоне. Поэтому недвижимость за евро вы, я боюсь, что купить сможете, но это будет какой-то особый порядок, который пока неизвестен. И поэтому таким образом евро пристроить пока не знаю как. Нужен особый порядок. Что касается инвестиций в ценные бумаги, то здесь написано следующее буквально. Что сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги в соответствии с абзацем 3 пункта А, то есть то, что я читала, могут осуществляться на организованных торгах на основании разрешений, выдаваемых ЦБ РФ по согласованию с Министерством финансов РФ и содержащих условия осуществления таких сделок. Крубо говоря, надо дождаться, когда будет разрешение ЦБ в отношении иностранных бумаг на российском рынке. То есть разрешение будет. Это не значит, что в иностранные бумаги нельзя инвестировать. Но в какие и как нужно дождаться. Поэтому сегодня Санкт-Петербургская биржа не работает. Она будет работать завтра, 3 марта. Ну, собственно, и посмотрим. Поэтому если вы евро хотите куда-то пристроить, и это не вклад, то в отношении ценных бумаг в евро нужно дождаться, соответственно, начала торгов на Санкт-Петербургской бирже, когда будет понятно, в какие можно вложиться. В части иностранной недвижимости за евро здесь нужно смотреть, какой этот будет особый порядок. Напомню, что для цели вида нажительства покупка недвижимости в еврозоне сейчас по большей части бессмысленно, потому что многие страны отменили виды нажительства по инвестиционным основаниям для россиян. Тут как бы ничего не сделать. Поэтому, как резюме в сухом остатке, я бы не бежала срочно изымать евро в кэше, потому что все равно вы за евро в России ничего не купите, все равно придется менять. И это будет то же самое, что менять с еврового счета абсолютно. Если говорить о том, где, с моей точки зрения, целесообразно иметь счет в евро или вклад в евро, я ответила. Если вы хотите евро пристроить как-то более креативно, то с недвижимостью пока не могу ответить, как это будет, потому что нужно дождаться особого порядка. А в отношении иностранных ценных бумаг давайте дождемся завтрашнего дня, тогда будет понятно, как будут происходить инвестиции в иностранные ценные бумаги на нашем российском рынке. Я думаю, остается совсем недолго, поэтому, в общем-то, будем ждать. Так что, друзья, не беспокоимся, мы найдем выход из любой ситуации. Я с вами, и по мере появления новостей я буду стараться максимально оперативно все записывать. Спасибо соседям, что не было перфоратора. Хотя бы где-то позитив.